Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, уже четвертый год. Вы просите меня почаще снимать видео про финансы, про финансовую грамотность, про то, как американцы обращаются с деньгами. Именно поэтому в этом видео мы с вами поговорим про пять главных финансовых ошибок, которые могут совершать люди и которые лишают их львиной доли денег, по мнению самого богатого класса в США. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Если вдруг вы впервые меня видите, то мне сейчас на момент съемок этого видео 26 лет, а в Америку я приехал из Москвы в возрасте 23 лет. И за это время у нас тут было очень много взлетов и падений, когда мы начинали зарабатывать очень приличные деньги, так и когда весь доход резко обнулялся на много месяцев. И когда приходилось залезать в долги, и когда мы оказались должны не тысячу, не десятки тысяч долларов, а 120 тысяч долларов США на двоих с бизнес-партнером. В общем, это не шутки. И стрессовых ситуаций было реально очень много. О них я как-нибудь подробнее расскажу в других видео. Сейчас же у нас все хорошо, но львиной доли этих ситуаций я бы мог избежать, если бы умел правильно обращаться с деньгами. Поэтому я, собственно, и начал снимать вот все эти видео про финансы. Потому что все эти ситуации, спасибо им, сподвигли меня изучать финансовую грамотность. Я прочитал тонны литературы. Если интересно, какой именно, то смотрите вот в этом видео. Поэтому, в общем, тема финансов для меня вымученная через пот, через слезы, через трудности. Поэтому 5 ошибок в финансах это не просто какая-то там инфа из интернета, а реально резонирующие во мне внутри проблемы, под которыми я готов подписаться очень много раз. Как и многие другие богатые американцы тоже. В общем, начинаем. Первая ошибка это не откладывать на emergency fund, то есть на чрезвычайный фонд или фонд черного дня или подушку безопасности. Это определенная сумма денег, которой вам должно хватить, чтобы обеспечить себя и свою семью необходимым жильем и едой на месяц, три месяца или год. Чем больше, тем, как правило, лучше. Это, кстати, еще и одно из правил инвестирования. Не начинайте инвестировать, пока у вас нету подушки безопасности. Не надо вкладывать свои последние деньги вообще никуда, как бы заманчиво это ни звучало. Поверьте, это сохранит вам много нервов в случае неудач. Понятное дело, что не нужно исходить из пессимистичных сценариев, что, мол, все будет плохо. Вовсе нет. Это просто здравый смысл. Подушка денег на чрезвычайный случай. Это не те деньги, которые вы пустите на покупку машины или недвижимости. Это просто неприкасаемая сумма, которая обеспечит вам ясный ум и спокойные нервы на случай неприятности и позволит не влезать долги и не брать кредиты. Когда наш доход здесь резко упал до нуля, то, поверьте, я был бы очень благодарен себе, если бы я скопил деньги на такую подушку. А поверьте, возможности у меня на это тогда были. Но я ее не скопил и все деньги потратил. И поэтому мне пришлось звонить друзьям и знакомым и занимать деньги. А это, наверное, самое сложное внутреннее преодоление переживания, которое мне пришлось переживать. Я очень сильно благодарен всем тем людям, которые есть у меня в окружении за помощь. Но больше я так поступать точно не хочу. Поэтому берите с меня пример и откладывайте на emergency fund. Возьмите и посчитайте свои необходимые расходы. Жилье, еда и, наверное, транспорт. Наверняка сумма не такая уж и большая получится. Умножьте ее на количество месяцев, которое вы считаете комфортным. Месяц, три или полгода. И начинайте откладывать деньги с каждого поступления на счет. Будущий вы в случае чрезвычайной ситуации скажет вам за это спасибо. Вторая ошибка – это не откладывать деньги в принципе. Вот из всех книг по финансовой грамотности, которые я прочел, из всех интервью с самыми богатыми людьми в США, из личного общения с людьми, которые оперируют миллионами долларов, я понял, что всех их отличает то, что при поступлении денег на счет, какими бы большими или маленькими не были бы эти суммы, эти люди не стремятся быстрее их потратить. Первое, что они делают – это откладывают определенный процент от суммы. Правило хорошего тона – это откладывать хотя бы 10%. Если больше, то еще лучше. Но даже если у вас нет возможности откладывать и 10%, то откладывайте хотя бы один. Таким образом вы сможете не только себе подушку безопасности собрать, но и начать собирать портфель денежных активов, которые вы сможете пускать в дело, будь то в бизнес или в инвестиции. Наш мозг работает таким образом, что нам очень сложно расставаться с деньгами, если мы не видим быструю выгоду и быстрое вознаграждение от этого. Поэтому сейчас очень легко этот процесс автоматизировать. Можно прямо в банковском приложении создать правило, чтобы с любых сумм, которые падают вам на карточку, 10% сразу отправлялось на отдельный накопительный счет. Таким образом вы не будете видеть, что вы типа лишились 10% и не будете ощущать потери. Вот вы на самом деле уже и так так делаете, если вы в России официально трудоустроены и получаете белую зарплату. От вас работодатель удерживает почти 50% вашей зарплаты на отчисление фонда пенсионного страхования и так далее за вас. То есть если ваша зарплата 50 тысяч рублей, то работодатель сверх этого платит почти 25 тысяч рублей за вас в государственные фонды. А вы просто не видите этих денег и поэтому не ощущаете потерь, хотя это ваши деньги. Так же можно сделать и с накоплениями. Мой совет, сделайте вот это все сегодня же. Богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, у кого после всех трат остается больше денег. Если вы зарабатываете там 50 тысяч рублей, и после всех трат у вас остается 10 тысяч рублей, а кто-то другой зарабатывает 300 тысяч рублей, и после трат у него остаются все те же 10 тысяч рублей, то вы на самом деле мало чем друг от друга отличаетесь. Цените то время, в котором мы с вами живем. Сейчас можно буквально заглянуть в кошелек к очень богатым людям, понять их привычки в отношении финансов и трат, и просто копировать их. Отличный пример, который я могу порекомендовать, это Грэм Стефан. Это парень-американец из Лос-Анджелеса. Он тоже ведет канал на ютубе, естественно, на английском языке. У него там полтора, что ли, миллиона подписчиков. Где он рассказывает очень прозрачно про все свои доходы и трат. И это очень интересно. Его состояние сейчас около 10 миллионов долларов. И тратит на жизнь он даже меньше, чем я, здесь, в Лос-Анджелесе. Хотя может много чего себе позволить, но не делает этого. В общем, исследуйте и найдете много интересного про то, как разные люди тратят деньги, и сможете копировать их успешные привычки. Третья ошибка. Это не избегают так называемого lifestyle inflation. Я не знаю, как точно по-русски это сказать одной фразой. В общем, это инфляция стиля жизни. То есть рост ваших расходов на жизнь с ростом ваших доходов. Нет ничего плохого в том, чтобы позволять себе самое лучшее. Но нужно это всегда делать аккуратно. В одной из книг, которые я прочитал, где проводилось исследование самых богатых семей Америки, например, их привычек потратить денег, было обнаружено, что они, эти самые богатые семьи, живут в не самых престижных районах. Условно говоря, они живут в очень хороших районах, с хорошими школами и без преступности. Но не живут в так называемых супер-люкс-лакшери-премиум районах, которые так себя позиционируют. Напротив, в таких вот супер-люксовых районах зачастую живут семьи, у которых состояние в десятки раз меньше, чем вот у самых богатых семей. А очень большая часть своих расходов обеспечивается ими благодаря кредитам. Понимаете логику, да? Если ваши доходы выросли, допустим, в два раза, это не повод увеличивать все свои расходы тоже в два раза. Ну, увеличьте их в полтора раза, но не на максимум. Так вот забавно работает наш мозг. У него есть часть, которая работает как бы по инстинктам. Увидел еду, сразу хочется съесть. Заработал деньги, сразу хочется потратить. И не думайте, что есть люди, которые рождаются с умением правильно тратить деньги. Это не так. Деньги — это искусственное образование, которое мы с вами создали. Люди. И никто от природы не умеет с ними правильно обращаться. Именно поэтому существует огромное количество звезд и знаменитостей, которые банкротятся, так как с ростом доходов они начинают резко увеличивать свои расходы. Отличный пример этому — Майкл Джексон, который зарабатывал сотни миллионов долларов, если не миллиарды, на музыке, а в итоге после смерти оставил своей семье только многомиллионные долги. Потому что он не умел обращаться с деньгами. И это нормально — признаться себе в этом и начать изучать этот вопрос. Так случилось и со мной. Только после того, как я попал в долги в чужой стране, имея за спиной и жену, и маленького ребенка, которых надо было обеспечивать. Я облажался, признался себе в этом и начал выкарабкиваться из ямы. Не идите моим путем. Четвертая ошибка — это не вести бюджет. Вот вы можете сказать, сколько денег вы потратили на еду за последнюю неделю? А сколько вы потратили на кафе и рестораны за, там, скажем, последний год? Если нет, то почти 100% вы сливаете деньги впустую. Где-то точно тратите больше, чем нужно. Мы не можем управлять тем, чего мы не измеряем. Когда у вас есть бюджет, вы сможете избегать спонтанных покупок, потому что будете четко понимать, на что вы можете потратить деньги, а на что нет. Если после подсчета вы поймете, что не можете себе позволить ходить больше в кафе и рестораны, то у вас будет два четких пути. Либо искать путь увеличить свои доходы, чтобы позволять себе то, что хочется, либо сокращать расходы и просто смириться с этим. Выбор за вами. Из-за отсутствия бюджета люди берут айфоны в кредит и совершают другие покупки, чтобы выглядеть лучше, чем они есть. Вот только согласно исследованиям удовольствие от ожидания покупки в разы выше, чем когда эта покупка уже совершена. Поэтому будьте осознаннее и ведите бюджет. Откройте банковские приложения и начните анализировать свои траты. Все это уже считается автоматически. Почитайте бюджет, на какую сумму вы можете себе позволить ходить в кафе, покупать одежду. Сделайте вывод, устраивает ли вас все или надо что-то менять. Пятая ошибка – это не заниматься финансовой грамотностью. Как я и говорил, никто не рождается финансово грамотным от природы. Нет ничего зазорного в том, чтобы признаться себе в том, что вы в чем-то не разбираетесь. От отсутствия финансовой грамотности у людей большое количество предубеждений про деньги, что типа деньги – это плохо, что кредиты – это плохо, что нельзя честным путем много зарабатывать и так далее. Сейчас у вас буквально на расстоянии вытянутой руки кладезь знаний о финансах и доступ буквально в кошелек к самым богатым людям Земли. Я оставлю ссылки на полезные источники в описании, но предупреждаю, что они все на английском. Но что поделать, без английского в современном мире никуда. Ну и напоследок хочу вам сказать вот что. Убирайте негативные установки. Вот все эти фразы, которые я часто слышу от соотечественников, мол там «у меня нет денег», «в России все плохо», «правительство плохое», «ничего создавать нового самому нельзя», «нужны связи», «больших денег честным путем не заработать» и так далее. Вот это все чушь и просто ваши предубеждения. Эти установки в итоге и заводят вас в яму долгов, кредитов и работы в том месте, которое вы ненавидите. Чтобы от них от всех избавиться, необходимо развивать свой мозг и создавать новые нейронные связи, чтобы вы не костенели в своих убеждениях. Ходите новой дорогой на работу, читайте новые книги, начните смотреть блогеров на нетипичную для вас тему, читайте статьи для новых для себя ресурсов, вылезайте из инстаграма и в целом развлекательного контента. В интернете есть все, что вам нужно для развития. Вы вот сразу увидите много возможностей для того, чтобы поменять свою жизнь к лучшему. Я благодарен Америке за тот путь, который я тут пока прошел на сегодняшний момент. Он был сложный, но оглядываясь назад, я понимаю, что он стоил каждого дня, даже самого плохого. Вообще, помимо разных возможностей, которые дает страна, она в целом достойна посещения. В России очень много предубеждений о Штатах, и самый лучший способ их развеять, это приехать сюда самому и убедиться во всем на своем опыте. К тому же это не так сложно, как кажется. В нашем визовом центре действуют специальные условия для подписчиков канала на оформление виз в США, в Европу, в Великобританию, да и во многие другие страны. Ищите ссылку в описании, переходите на сайт, читайте отзывы и оставляйте заявку. Наша команда вас бесплатно проконсультирует. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите честно в комментариях, какие ошибки из списка совершаете вы, и какие действия вы будете предпринимать, чтобы перестать это делать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями, и до встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok